Здравствуйте дорогие друзья, с вами Александр на канале финансовой независимости. Если вы пока еще не достигли этой самой финансовой независимости, тогда инвестируйте со мной. На канале я показываю свой инвестиционный портфель, состоящий из российских акций это брокер ВТБ и иностранных акций американский брокер Interactive Brokers. Также выкладываю обучающие ролики по инвестированию, различные обзоры и собственные инвестиционные мнения. Долгосрочные инвестиции это верный путь к финансовой независимости. Я подтверждаю это своим 20-летним опытом инвестирования. Сегодня я в очередной раз показываю иностранную часть своего портфеля активов у брокера Interactive Brokers. Российскую часть портфеля показываю в отдельных видео на канале. Это структура иностранной части портфеля. Состоит портфель из двух счетов. Вы видите первый счет, сейчас второй видите. Сейчас сумма активов по моей иностранной части инвестиционного портфеля составляет 9 миллионов 850 тысяч рублей, ну примерно. Активы в долларах, но я перевожу их по курсу для удобства восприятия. Напомню, что в иностранной части у меня много кэша. Кэш может пригодиться при развитии кризисных событий. Сейчас период наполнения портфеля и это тем более интересно, поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы с течением времени видеть все изменения в портфеле. Итак, структура сегодняшнего выпуска. Вначале это будет общая ситуация, макроэкономика, коротко так сказать о главном. Переговоры Китая-США, события в Сирии, санкции против Турции, сезон отчетности, количественные смягчения, Brexit, Саудиорамка в разрезе нефти и ставка ФРС, которую вроде бы как понизили наконец-то. Так, далее новости имитентов портфеля. Турция, Форд, Альтрия, Мессис, Бразилия. Про доллар опять же поговорю. Потом, тема или вопрос от подписчиков. Сегодня это вопрос, почему я покупаю ETF на московской бирже тоже, имея при этом счет в Interactive Brokers. И в конце будет движение средств по портфелю, объяснение моих действий, покупки, ожидания. Начнем по вышеописанной структуре сегодняшнего выпуска. Итак, рынки в основном росли на прошедшей неделе и портфель подрос слегка тоже. Серьезного роста в портфеле не было, но это из-за курса доллара. Что, в общем-то, не важно. Козитива хватало. События в Сирии, похоже, успокаиваются. Я уже высказывал предположение, что ничего серьезного в экономическом плане по Турции не будет. Похоже, все идет согласно моему предположению. Правда, опять заговорили о санкции против Турции, но это только пока заговорили. Посмотрим. Так, далее. Трамп заявил, что сделка по итогам недавних переговоров пройдет досрочно, то есть до саммита в Чили. Причем, надо понимать, что это будет не окончательное решение всех торговых споров двух стран, а некое промежуточное соглашение по торговому пошлину. Новость положительная. Рынки принялись ее отыгрывать. Возможно, скоро придет опровержение этой положительной новости. Ну, также есть ощущение, что инвесторы уже не верят в серьезность этой торговой войны. Собственно, войны-то никакой, получается, и нету. И фактор противостояния США-Китай уходит уже на второй план. Но это видно по некому позитивному настрою инвесторов. Надолго ли? Но это покажет время. Brexit. Как я предполагал, опять же, без сделки выхода, скорее всего, не будет. И это подтверждает очередная отсрочка, которую Евросоюз дал по запросу Великобритании. В Англии при этом назревает кризис власти. Накопились претензии к Порису Джонсону. На английском фондовом рынке пока это все практически никак не отражается. Так, количественное смягчение. Здесь ничего нового. Мы уже знаем, что ФРС начала выкупать казначейские векселя. Выкуп векселей проведения регулярных операций РИПО осуществляют для уменьшения давления на денежные рынки. Вместе со снижением ставки ФРС, а мы знаем, что ставку опять понизили на 25 базисных пунктов. Ну, совсем недавно. Такое мини-количественное смягчение однозначно поддерживает рынки, ну, вместе с понижением ставки. Но это все искусственная поддержка. К тому же запас по снижению ставки ФРС, он, в общем-то, небольшой. До выборов Трампа подобных инструментов по поддержке рынков может вполне и хватить. Ну, в общем, не факт. Всякое может случиться. Сезон корпоративной отчетности в США не обошелся без сюрпризов, но общий фон нейтральный и не мешает основному позитиву подталкивать рынки выше. Похоже, IPO Saudi Aramco таки состоится в недалекой перспективе. Уже в середине декабря акции этой компании могут начать торговаться на бирже. Что интересно в этой новости? Новость означает, что, возможно, до IPO будет всяческая вербальная поддержка по ценам на нефть. То, что IPO будет сейчас, может означать, что судиты не верят в высокую цену на нефть в будущем и торопятся. Как бы знают, видимо, больше. Таким образом, мы можем поиметь поддержку нефти в краткосроке и давление на нефть в будущем. Ну, я так себе вижу эту ситуацию. И в нефтяной компании поэтому не тороплюсь. У вас, конечно же, может быть свой взгляд на это событие. Теперь новости имитентов в портфеле. Затем отвечу на вопрос, почему я покупаю ETF на московской бирже, имея доступ при этом к множеству зарубежных ETF. Первая новость простая и очевидная. По ней недолго. Турция и ETF TUR. Так, сейчас откроем. Ух ты. Закрыто так. Турция. Это первая строка у меня в портфеле. И, соответственно, ETF TUR. Искаваться событий в Сирии пошла на спад. Ну, все вроде разрешается. На фоне этого позитива ETF TUR подрастает после довольно существенного падения. В моменте было падение до 10%. Сейчас большая часть этого падения уже компенсировалась. У меня вышел довольно хороший плюс уже. Вторая новость. Это Ford. Ford у меня. Тикер F. На прошлой неделе Ford опубликовал результаты за третий квартал. С начала года скорректированная операционная прибыль увеличилась на 6,3%. Эти операционные результаты также способствовали росту скорректированной прибыли на акцию, которая достигла 0,34 доллара. Ну, 34 цента в общем. В прошлом квартале по сравнению с 29 центами годом ранее. Тем не менее, акции автопроизводителя упали на 6, даже более, процентов в прошлый четверг. На следующий день после публикации отчета о прибыли. Поскольку инвесторы негативно отреагировали на снижение прогноза Ford на весь год. Новая оценка подразумевает, что скорректированная операционная прибыль Ford в этом квартале составит, ну, где-то от 600 до 1 миллиарда долларов. По сравнению с почти 1,5 миллиарда долларов годом ранее. То есть, ну, существенное падение в прогнозах. Большая часть ожидаемого снижения может быть связана с бонусными выплатами, которые профсоюзные сотрудники Ford, вероятно, получат в конце этого квартала. Да, профсоюзы там работают своеобразно. У нас такого нет. Кроме того, стоит отметить, что Ford сталкивается с серьезными препятствиями, такими как замедление продаж автомобилей на многих рынках и высокой стоимостью разработки гибридных и электрических транспортных средств. Которые Ford вкладывается довольно-таки неслабо. Тем не менее, у Ford также есть хорошая возможность улучшить свой собственный бизнес благодаря недавним шагам по обновлению своего автомобильного портфеля, особенно в Северной Америке, и реструктуризацию убыточных сегментов Китая и Индия. В предстоящие годы, несомненно, будут и взлеты, и падения. В долгосрочной же перспективе, думается мне, что акции Ford, вероятно, будут расти, так как возможные выгоды от инициативы компании по обновлению начинают перевешивать временные препятствия, с которыми могут столкнуться компании на пути к успеху. Но это время покажет. Так, третья часть новостей – это Мессис. Совет директоров Мессис, тикер М, 25 октября, объявил о выплате регулярных квартальных дивидендов в размере 37,75 долларов на акцию. И подлежат они выплате 2 января 2020 года. Кроме того, Мессис объявил о старте новогоднего сезона с идеальными подарками для всей семьи. Завершается подготовка к новогодним распродажам. Потом новости, кстати, не показываю. Новости по Альтре теперь будут. М.О. Альтре. 31 октября выходит отчет о доходах за третий квартал по Альтре. Пока сложно надеяться на хорошие новости из-за кампании против электронных сигарет и вейпов, ну и соответствующих запретительных мер, принятых в США. Ну, посмотрим. Итак, новости по Альтре. Было 3 повышения цен по обычным сигаретам в этом году, чтобы компенсировать, ну это все дело, чтобы компенсировать недополучную прибыль по вейпам и электронным сигаретам. Последнее недавнее повышение цен пока не будет играть большую роль в результатах третьего квартала, который должен выйти. Но табачный гигант все еще будет получать выгоду от двух предыдущих повышений цен, которые он сделал ранее в этом году. Предыдущие повышения цен на сигареты положительным образом отразились на результатах первых двух кварталов. Ну, видимо, и в третьем что-то будет хорошее. Далее по Альтре. До сих пор идут разбирательства по электронным сигаретам и вейпам. И непонятно, какой будет итог, хотя основная версия по-прежнему все та же, что все случаи проблем со здоровьем были вызваны нелегальными продуктами. Но сейчас истерия в США достигла такого уровня, что потребители могут отказаться от электронных сигарет и вейпов и вернуться просто к обычным сигаретам. Аналитики говорят, что за последний месяц зафиксирован рост потребления обычных сигарет на 1%. В общем, вопрос еще и в том, что будет с инвестициями в Джул. Это американский лидер по электронным сигаретам, где МО, то есть Альтре, является одним из миноритарных акционеров с 35% долей. Ну, это, в общем, вопрос, который тоже может повлиять на котировки акций Альтре. Ну и также будем смотреть на отчет. Далее, какая у нас новость еще? Это... Это Бразилия. Бразилия. Сейчас, секундочку найду. ЕВЗ, по-моему. Значит, iShares MSCI Brazil ETF от BlackRock на сумму 8,6 миллиардов. Ну, это общая сумма под управлением данной ETF. Значит, этот известный фонд под тикером iWZ. Я его открыл только что на экране. Он у меня есть в портфеле. Опубликовали чистый приток 126 миллионов за неделю. Эта неделя закончилась 18 октября. Это максимум за 8 месяцев. То есть, туда идет существенный приток сейчас в деньгах. Почему приток возник? Предполагается, что будут проводиться некоторые экономические реформы, которые могут рассматриваться в качестве краткосрочного катализатора для роста фондового рынка страны. То есть, ну, в принципе, на котировках я это как-то сильно не заметил. Котировки по этому ETF подросли, но не так-то уж и активно. Может быть, в будущем будет интереснее. Так, у меня в портфеле много кэша, поэтому пару доллар-рубль рассказываю, про эту пару рассказываю здесь, в новостях эмитентов в портфеле. Я уже говорил, что считаю, что рубль в долгосрочном периоде будет ослабляться. Если появятся предпосылки к долгосрочному укреплению рубля, то я их учту. Это мое стратегическое инвестиционное мнение. У вас оно может быть совершенно свое. И мне, кстати, интересна аргументация такого мнения. Пишите об этом в комментариях. Налоговый период закончен. Спрос на ОФЗ далеко не пиковый. Дивидендный период почти отыгран. Появились, ну в общем, да, довольно-таки появились серьезные предпосылки. И увеличилась вероятность ослабления рубля уже сейчас. Так как основные поддерживающие факторы работать перестали. Ну, разве что фондовый рынок российский растет, и, похоже, на него заходят и нерезиденты в том числе. Так, с новостями все. В каждом выпуске портфеля я рассматриваю отдельную интересную тему или вопрос от подписчиков. Сегодня это вопрос. Почему я покупаю некоторые ETF на московской бирже? Как бы при этом имею доступ к множеству зарубежных ETF через Interactive Brokers. Этот вопрос возникает у продвинутых инвесторов, которые как раз смотрят видео об иностранной части моего портфеля. Поэтому и ответ будет здесь. Ответ. Потому что я с помощью этих инструментов решаю локальные задачи по диверсификации своего портфеля. Казалось бы, логичнее купить ETF на короткие облигации или золото через Interactive Brokers, так как там комиссий за управление будет однозначно меньше. Но у меня в российской части портфеля совсем мало кэша, и он мне просто не защищен, на него еще не начисляются проценты, как в Interactive Brokers на остатки. Кроме того, я хочу иметь быстрый доступ к кэшу в российской части портфеля. Продать ETF я там могу быстро. Мне не нужно будет переводить деньги из Interactive Brokers. К тому же, лишний серьезный вывод средств из Interactive Brokers, ну, он, собственно, лишний. И он мне не нужен. И, наконец, ETF на московской бирже – это не ущербные инструменты, а вполне нормальные, просто с повышенной комиссией относительно зарубежных аналогов. И они вполне пригодны для решения конкретных задач при формировании портфеля. Кому-то это, возможно, не нужно, возможно, совсем не нужно. Все зависит от задач, целей, предпочтений и от вашей конкретной инвестиционной ситуации. У меня вот такой портфель, ситуация вот такая, и я решил воспользоваться данным инструментом. Ну и считаю, что это абсолютно нормально. Так, по данному вопросу я закончил. Теперь по изменениям и сделкам в портфеле. Как я уже сказал, изменение за неделю было небольшим, плюс 0,1%. Сумма активов, таким образом, в рублях при пересчете из долларов составила 9 миллионов 850 тысяч рублей. Рост на 10 тысяч рублей, копейки. В долларах рост был побольше, но этот рост нивелировался курсом самого доллара. Так, хорошо в портфеле рос ETF Tour. Ну, собственно, по понятным причинам на это не буду останавливаться. За прошлую неделю я приобрел короткие облигации на 9 тысяч долларов. Сделал я это посредством покупки фонда PIL. Это набор 1-3-месячных трежерис. Да, expense ratio у этого фонда, плата за управление, но целых 0,14%. Данный фонд от провайдера SPDR, не самая низкая комиссия за управление, но вполне нормальная ликвидность. Ликвидность там, кстати, важна, потому что были и другие ETF-ы, но их сложно купить, потому что там нет просто продавцов. Это приобретение было осуществлено в рамках взятого мной курса на снижение рисков портфеля и приобретение защитных инструментов. Вы можете иметь диаметрально противоположное мнение и совершенно другие задачи по формированию и диверсификации в собственном портфеле. И это мнение мне, в принципе, интересно, особенно если оно будет аргументировано в комментариях. По сути, после приобретения этого ETF ничего не произошло, так как эта покупка – эквивалент кэша. ETF осуществляет выплаты каждый раз. Так, да, ну, по-моему, раз в месяц все-таки. Но это неважно. Доходность, как вы понимаете, будет небольшая, но чуть побольше, чем начисляет Interactive Brokers на остатки по счету. Ну, ориентировочно где-то 1,6%. Так, кроме того, я готовлю видео о конкретных защитных бумагах, и там будут приведены, как пример, альтернативные фонды по коротким облигациям. Ну, смотрите его на канале. А на сегодня это все, что я вам рассказать хотел. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Александр. Пожелаю вам удачных инвестиций на зарубежных рынках. До скорых встреч на канале «Финансовая независимость». Всем большого профита, и да пребудет с вами сила сложного процента. Продолжение следует...